Со всех концов страны приехали в Москву на пленном центрального комитета коммунистической партии передовые труженики села, ученые, работники партийных комитетов и производственных управлений. Они приехали, чтобы принять участие в обсуждении вопросов дальнейшего развития сельского хозяйства, наметить конкретные меры по интенсификации колхозного и совхозного производства. Мы встретились с участниками пленума, председателем колхоза имени Ленина в Кабардино-Балкарии Торчоковым, академиком-селекционером Лукьяненко, директором совхоза Петровской Ксензом, председателем колхоза Родяньской Украины Буркатской, которая нам сказала. В решениях пленума большое значение придавалось механизации сельского хозяйства и урошению полей. Это в большой мере поможет развитию нашего народного хозяйства. В дни работы пленума его участники знакомились на специально организованной выставке с новыми образцами сельскохозяйственной техники. Трактор «Кировец К-700». Четырехцепная зерновая прессовая сейлка. 24-рядная универсальная комбинированная сейлка. Гербицидно-аммиачная машина с шириной захвата до 15 метров. Внедрение комплексной механизации – важные условия подъема сельскохозяйственного производства. На аэродроме в Шереметьеве – спортивные стяги. Домой вернулись победители девятых зимних Олимпийских игр. На родной земле – героинь Олимпиады, обладательница четырех золотых медалей – Лидия Скобликова. Спортсмену встречают родные, друзья, товарищи. Блестящая победа советской команды, завоевавшей 25 олимпийских медалей, войдет в историю советского спорта как одна из самых славных ее страниц. У микрофона Лидия Скобликова. Мы только можем сказать все сразу – здравствуй, родная Родина. Мы привезли тебе все медали, сколько мы завоевали. Самое большое количество золотых, серебряных и бронзовых. Так, как мы обещали. Мы выполнили свое слово. Нелли Кельбах, Татьяна Румянцева и Антонина Кураедова трудятся на Ивановском комбольном комбинате. Совсем недавно вступила в строй первая очередь этого предприятия, оснащенного новейшей техникой. Молот комбинат, молоды и все его работники. Пожалуй, самый старший здесь – помощник мастера Авенир Палч Минин. На ткацком производстве он работает 15 лет. Ивановский комбольный комбинат будет выпускать в год более 15 миллионов метров шерстяной ткани. В Ленинградском порту пожар. В огне пароход «Бородино». Быстро приведены в действие пеногенераторы. На огонь обрушены потоки особой пены. Специальное устройство увеличивает объем обычной пены в сотни раз. Такая пена проникает в самые труднодоступные места. Быстро заполняет горящее помещение. Идет проверка, не остались ли где-нибудь на корабле очаги горения. Все в порядке. Пена потушила пламя. Жертв нет. Впрочем, их и не могло бы. Ведь этот пожар на старом корабле был делом рук самих пожарных. Они проводили огневые испытания нового эффективного средства для тушения пожаров. Мир тишины и знаний. В фондах Новой Республиканской библиотеки Литвы хранится около двух миллионов книг разных времен на многих языках. Здесь 16 читальных залов. Один из них отдан в распоряжении юных любителей книги. Библиотека верный друг и помощник людей разных возрастов. В зале музыкальной литературы можно не только изучать музыкальные произведения, но при желании прослушать их, причем нисколько не мешая другим посетителям зала. Новая библиотека завоевала широкую популярность у читателей. Исполнилось 100 лет со дня рождения Анны Семеновны Голубкиной, выдающегося русского скульптора. В связи с этой датой в Москве открылась юбилейная выставка. Среди многих произведений Голубкиной скульптура «Старость». Девочка. Идущий человек. Лермонтов. Первый созданный в России скульптурный портрет Карла Маркса. Лев Толстой. Выставка отражает все этапы творчества замечательного мастера. В Кремлевском дворце съездов состоялся заключительный концерт артистов Белорусского Большого театра, оперы и балета. Исполняется белорусская рапсодия. АПЛОДИСМЕНТЫ Песня композитора Семьяки «Слушайте людям». Семьяки «Слушайте там!» Семьяка «Слушайте» На концерте присутствовали руководители Коммунистической партии и Советского правительства. Москва. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций УТАН был принят генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Леонидом Ильичом Брешневым. В беседе, проходившей в дружественной атмосфере, участвовали первый заместитель министра иностранных дел СССР Кузнецов, а также заместитель генерального секретаря ООН Нестеренко. Во время беседы были затруднены актуальные международные проблемы и некоторые вопросы деятельности ООН. Этим кинокадром почти полвека. Такой была молодая Красная Армия. При формировании советского правительства, возглавленного Лениным, был образован Комитет по военным и морским делам. Первый высший орган военного управления страны, в который вошли Антонов-Овсеенко, Дебенко, Крыленко, Потвойский. В начале строительство вооруженных сил осуществлялось на принципах добровольчества. Тысячи рабочих и крестьян встали на защиту завоеваний октября. Советская Республика с первых дней своего существования оказалась под угрозой иностранной военной интервенции. В походе против советской страны участвовали Кайзеровская Германия, Англия, Соединенные Штаты Америки, Япония и другие государства. Был период, когда белогвардейские войска, поддерживаемые интервентами, со всех сторон наступали на Москву. В эти грозные для молодой республики дни воины рабоче-крестьянской Красной Армии шли в бой, напутствуемые Владимиром Ильичом Лениным. Красная Армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, зная, что близко полное его поражение. Красная Армия с честью выполнила свой долг. В ожесточенных сражениях она разгромила врага, очистила советскую землю от белогвардейцев и иноземных захватчиков, отстояла великие завоевания социалистической революции. В Москве состоялось торжественное собрание, посвященное 50-летию со дня создания органов контроля в Советском Государстве. Секретарь ЦК КПСС Соломенцев зачитал приветствие Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР, работникам комитетов, членам групп и постов, всем активистам народного контроля СССР. С докладом 50 лет на страже интересов социалистического государства выступил председатель Комитета Народного Контроля СССР Кованов. Участники собрания приняли приветственное письмо в адрес ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР. Вьетнамские встречи. Так называется выставка работ фотокорреспондента ТАСС Льва Портера, открытая в Доме Дружбы с народами зарубежных стран. Здесь представлено около ста фотографий. Это рассказ о стране мужества, о трудных и суровых днях сегодняшнего Вьетнама. За лучший фоторепортаж года, сражающийся в Вьетнам, Лев Портер удостоен первой премии Союза журналистов СССР. В горах Центрального Теньшаня прогладывается линия электропередачи. Многотонные металлические опоры предстоит установить на перевале Кумбел-Ата. Строители ведут работы в условиях суровой зимы. Высота 3600 метров. Новая электролиния, самая высокогорная в стране, протянется на 108 километров. Она обеспечит электричеством отдаленные районы Киргизии. Никогда еще в литовское село Дусетос не съезжало столько гостей. 30 тысяч любителей спорта собрались на традиционные соревнования конников республики. В финальных гонках на озере Сартай первенство Литвы оспаривают 87 наездников из 11 районов. КОНЕЦ Отличного результата в соревнованиях добился представитель совхоза Стельмуже Вайткавичус с Канем Эльбрусом. В Большом зале Московской консерватории авторский вечер композитора Тихона Николаевича Хренникова. Концерт для фортепиано с оркестром. Солист-автор. Дирижер Евгений Светланов. Дирижер Евгений Светланов. КОНЕЦ Советским вооруженным силам 50 лет. Созданная Владимиром Ильичем Лениным и коммунистической партией, Советская армия прошла славный боевой путь борьбы и побед. Гражданская война. Великая Отечественная война. Разгром гитлеровских войск под Москвой. Сталинград, Ленинград, Кавказ, Курская дуга. Стремительное победоносное наступление на Запад. Враг разгиб. Враг разгиб. Страстный флаг над Рейхстагом. Эти знамена наводили страх на всю Европу. Они повержены. Советские вооруженные силы стоят на страже завоеваний Великого Октября. Они располагают современным вооружением и боевой техникой, способной обрушить на агрессора удары колоссальной мощи. В боевых учениях крепнет военное мастерство. Воины советской армии и военно-морского флота всегда готовы встать на защиту Родины. Год назад здесь была голая степь. Ее тишину разбудили люди, строители новой пятилетки. На казахстанской магнитке пошел первый прокат нового уникального стана 1700. Гигантский агрегат автоматизирован. Лист весом до 23 тонн мчится со скоростью курьерского поезда. Идет прокат казахстанской стали. Ведущий инженер Сергей Яковлев и его коллеги обсуждают детали предстоящих испытаний самолета Як-18Т. Совсем недавно молодой коллектив создал спортивный самолет, который был признан лучшим на международных соревнованиях. Теперь создан новый самолет Як-18Т. У него несколько профессий. Он и учебно-тренировочный, и пассажирский, и санитарный, и связной. Хороший подарок сделали авиаконструкторы летчикам гражданской авиации. Модель новой машины Волга. Скорость 145 км в час. Выносливость 250 тысяч километров без капитального ремонта. Мощность двигателя 100 лошадиных сил. Горьковские автозаводцы выпустили опытную партию новых машин. Может быть, причудливые рисунки зимы подсказывали русским крестьянкам дивные узоры кружев. Ремесло это возникло под Вологдой более двух столетий назад. Неутомимые руки мастериц плели затейливые линии. Как говорил о них Толстой, мечтали узорами о самом милом. Всю неясную и чистую любовь свою вплетали в кружево. Сегодня молодым передается редкое высокое искусство вологодских кружевниц. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Столичный дворец спорта в Лужниках. Здесь проходили традиционные международные соревнования легкоатлетов. Это одна из последних репетиций европейских спортсменов перед третьим чемпионатом континента в закрытых помещениях. В беге на 50 метров с барьерами победу одержал советский спортсмен Балихин. В забеге женщин на 50 метров успеха добилась американская спортсменка Феррел. Московский студент Дудкин установил всесоюзное достижение в тройном прыжке 16 метров 51 сантиметр. Выше всех прыгнула москвичка Пушкарева. Впереди встречи в Мадриде, где будет проходить чемпионат Европы. Жители западного Берлина выступают против диктаторского режима греческой военной хунты. Западно-берлинские власти всерьез говорят о демократии, о свободе монетистации. Вот как на самом деле выглядит западно-берлинская демократия. Полицейская расправа с теми, кто выступает в защиту греческих патриотов. В Кремлевском дворце съездов торжественное заседание, посвященное 50-летию крупнейшей в стране киностудии Мосфильм. В президиуме товарищи Подгорный, Демичев, Шауре, Ермаш, видные деятели советского киноискусства, представители общественности. Слово предоставлено члену политбюро ЦК КПСС, председателю президиума Верховного Совета СССР Николаю Викторовичу Подгорному. Дорогие товарищи, мне доставляет большое удовлетворение вручить сегодня в этой торжественной обстановке студии Мосфильм старейшине советского киноискусства Орден Октябрьской революции. В приветствии генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева в указе Президиума Верховного Совета СССР по достоинству отмечены большие заслуги Мосфильма, его вклад в дело коммунистического воспитания трудящихся, дана высокая оценка созданных на студии произведений, оказавших глубокое влияние на развитие отечественной кинематографии и мирового прогрессивного кино. Пожелав Мосфильмовцам новых творческих успехов, товарищ Подгорный зачитал указ Президиума Верховного Совета СССР и прикрепил в знамени студии рядом с Орденом Ленина Орден Октябрьской революции. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 студии СИЗОП, лауреат Ленинской премии народный артист СССР Бондарчук, народная артистка РСФСР Мордюкова выразили чувство глубокой благодарности и сердечной признательности Центральному комитету Коммунистической партии, Президиуму Верховного Совета СССР и Советскому правительству за высокую оценку труда коллектива. С большим воодушевлением собравшиеся приняли приветственное письмо Центральному комитету КПСС, Президиуму Верховного Совета СССР, Совету министров СССР. Дать миллион тонн стали от начала определяющего года пятилетки к празднику Великого Октября. Таково социалистическое обязательство коллектива агрегата номер 35 Магнитогорского металлургического комбината. Ударно трудится бригада героя социалистического труда Михаила Андреевича Сорокина. Большое значение в улучшении экономических показателей на комбинате имеет охватившие все цехи соревнования под девизом каждому агрегату комплексный план повышения эффективности производства. Поток магнитогорского металла нарастает. В этом году здесь будет выплавлено 250 миллионная тонна стали со времени пуска предприятия. Борьба камбоджийских патриотов за свободу и независимость своей родины усиливается с каждым днем. Ожесточенные бои развернулись на подступах к столице. После ряда успешных наступательных операций патриоты заняли позиции в 10 километрах от Пномпения. Из захваченных в бою американских орудий партизаны обстреляли военные объекты, расположенные непосредственно в столице. Все попытки Пномпеньского командования ликвидировать прорыв силы освобождения потерпели провал. Несмотря на поддержку танков и бронетранспортеров, войска режима Лоннола вынуждены были отступить, неся потери в технике и живой силе. Тайны Вселенной издавна влекут к себе людей. Еще ученые древности понимали, что познавая законы мироздания, человек познает самого себя. Сегодняшний уровень техники позволяет заглянуть в глубины Вселенной, увидеть иные галактики. Крымская астрофизическая обсерватория оснащена телескопами разных видов и самым современным оборудованием. Тщательно подготовились здесь к появлению кометы Коготыка. И хотя ее яркость оказалась значительно меньше, чем ожидалось, пришелица из космоса была своевременно обнаружена с помощью радиотелескопа. Наблюдения за ней велись в любую погоду. В результате удалось получить снимки кометы и ее спектры. Впервые в истории исследования комет в их атмосфере обнаружено свечение паров воды и молекул веществ группы аминокислот. Исследования продолжаются. Нет сомнения, что новые данные о комете помогут лучше понять, процессы развития Солнечной системы, совершавшиеся многие миллионы лет назад. В Винницком районе Украины хорошо подготовились к зимовке скота. На кормовом дворе животноводческой фермы колхоза имени Чапаева в достаточном количестве запасли сила, сенаж и грубая корма. Животные проводят зиму в теплых, сухих помещениях, получают разнообразные корма. Все это обеспечивает высокие удои. Лидия Викторовна Правдюк надоела в прошлом году 3440 килограммов молока от каждой коровы, а Оксана Филипповна Ковальчук по 3490. Украинские животноводы обязались в четвертом определяющем году пятилетки значительно превысить прошлогодние показатели. На берегу Днестра, среди природы, родилось увлечение искусством резьбы по дереву рабочего Леонида Глушенко из молдавского города Террасполя. Он принят в Союз художников СССР. Глушенко черпает вдохновение в народном творчестве, и фольклорные мотивы получают в его работах яркое индивидуальное решение. В городе на Неве прошла большая часть жизни и литературной деятельности великого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова. Исполнилось 200 лет со дня его рождения. Басни Крылова выдержали испытания временем. С детских лет запечатлелись в нашем сознании их образы и крылатые строки. У сильного всегда бессильный виноват. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь. Поговорками и пословицами стали многие бессмертные крыловские строки. Уже в первых своих произведениях драматург, поэт и публицист Крылов с большой сатирической силой осуждал самодержавие и крепостничество. Славу народного поэта Крылову принесли басни. В них писатель-сатирик обличал лицемерие, невежество, жестокость, чванство. Произведения Крылова изданы более чем на 50 языках народов СССР. Двухсотлетию со дня рождения Крылова был посвящен торжественный вечер в Большом театре Союза СССР. На вечере присутствовали руководители Коммунистической партии и Советского правительства, представители общественности столицы, деятели литературы и искусства. В своем слове об Иване Андреевиче Крылове секретарь правления Союза писателей СССР Сергей Михалков подчеркнул, что замечательные традиции великого баснописца продолжают жить и развиваться в литературах многонационального Советского Союза. О неиссякаемой жизненности творчества Крылова говорили украинский писатель Олейник, представитель узбекских литераторов Абдук Ахаров, белорусский писатель Корбан, писатель Дарбни из Армении. Бессмертно творчество Крылова, великого сына России. В районе Нижней Камы, в Татарии, строится крупнейший в Советском Союзе нефтехимический комбинат. В нафтесоюзной комсомольской стройке работает молодежь со всех концов страны. Бригаде Бориса Каткова, которая ведет монтаж тяжелого оборудования, поручено поднимать 300-тонные колонны. Субтитры создавал DimaTorzok В ближайшие годы Нижнекамский нефтехимический комбинат станет головным предприятием страны по производству синтетических каучуков. В ближайшие годы Нижнекамский нефтехимический комбинат станет головным предприятием страны по производству синтетических каучуков. Аня Сосновская стала учить деревенских ребят на Урале. В годы гражданской войны она боролась с беспризорностью за теплое детство сирот. Член коммунистической партии с 20-го года Сосновская всегда неслась честью свой партийный долг. И сейчас Анна Исидоровна постоянно с ребятами. В детских садах она помогает своим бывшим ученикам воспитывать малышей. Тепло отметили юбилеи Сосновской ее многочисленные воспитанники. Те, кто в годы Великой Отечественной войны потеряли родителей. Кого Анна Исидоровна отогрела и вырастила как родных сыновей и дочерей. Бывшие воспитанники детдома в этот день вновь испытали радость встречи с человеком прекрасной души. Анной Исидоровной Сосновской. Немало песен родилось на Воронежской земле. Любители музыки организовали самодеятельный ансамбль «Лада», который исполняет воронежские песни на старинных народных инструментах. Таких, например, как кугиклы, пастошеский рожок желейка, самодельная трещотка. «Лада» «Лада», «Лада» 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 Чемпионат Европы по фигурному катанию, проходивший в Западной Германии, завершился замечательной победой спортсменов в социалистических странах. Среди мужчин золотую медаль завоевал представитель Чехословакии Андрей Неппелла. Спортсменка Германской демократической республики Габриэль Зейферт заняла первое место среди женщин. В парном катании победу одержали молодые советские фигуристы Ирина Роднина и Алексей Уланов. Спортсмены Советского Союза завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовых медали. В нашей стране находился президент Арабской Республики Египет, председатель Арабского Социалистического Союза Анвар Саддат, прибывший в Москву по приглашению Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР. В состоявшихся переговорах приняли участие генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, член политбюро ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, член политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Андрей Павлович Кириленко и другие партийные и государственные деятели. В обстановке дружбы и полного взаимопонимания была вновь подтверждена обоюдная решимость в соответствии с договором о дружбе и сотрудничестве неуклонно продолжать курс на дальнейшее развитие и укрепление советско-египетских отношений. На всесоюзной ударной комсомольской стройке Нововоронежской атомной электростанции завершен монтаж третьего по счету энергоблока мощностью 440 тысяч киловатт. Пуск атомного реактора осуществлен на старте второго года девятой пятилетки. Третий энергоблок Нововоронежской АЭС — образец для типовых атомных станций, которые будут строиться в Советском Союзе и в соответствии с планом экономической интеграции в ряде стран социалистического содружества. Виднейшие ученые и общественные деятели Советского Союза и ряда стран Европы собрались в Москве на научную конференцию, посвященную современным проблемам европейской безопасности. С докладами выступили председатель Совета Союза Верховного Совета СССР, председатель Советского Комитета за Европейскую Безопасность Шитиков и вице-президент Академии Наук СССР, академик-миллионщиков. Среди принявших участие в обсуждении проблемы европейской безопасности директор Института международной политики и экономики Югославии профессор Матес, экономист, профессор университетов Хельсинки, РОС, директор Института по исследованию проблем мира в Бревенском университете, профессор Вейлер. Научная конференция рассмотрела пути развития взаимопонимания и сотрудничества между широкими кругами общественности Европы в интересах укрепления мира. В городе Горьком состоялся второй всесоюзный фестиваль фильмов о рабочем классе. От имени Горьковчан участников фестиваля приветствовал бригадир сварщиков завода «Красная Сормова», герой социалистического труда «Пайщикам». Семь художественных и около сорока документальных фильмов, рассказывающих о жизни наших современников, людей труда, увидели жители города на Волге в дни фестиваля. Лучшие работы были отмечены наградами. Главные призы присуждены картине «Поэма о рабочем классе» Центральной студии документальных фильмов, фильму «Шахтерский характер», созданному киевскими кинематографистами, исполнительнице главной роли в фильме «Молодые» народной артистки РСФСР Нонни Мордюковой. На первом московском часовом заводе вступила в строй новая полуавтоматическая линия. Она намного облегчает процесс сборки часов, способствует повышению производительности труда. Постоянно заботясь о расширении ассортимента, завод подготовил к серийному выпуску новые модели часов. Это наручные часы с двойным календарем, показывающим и число, и день недели. Последняя новинка — водонепроницаемые часы «Амфибия» для аквалангистов. Зима не мешает обычной жизни в киевском зоопарке. В специальном бассейне с подогретой водой зимуют птицы из теплых краев. А в этом большом павильоне тропическая жара стоит даже в самые сильные морозы. Здесь в зимние месяцы живут пернатые обитатели Южной Америки и Африки. Уроженец Северного Ледовитого океана, белый медведь, привычен и к стуже и к холоду. А вот лев на снегу, согласитесь, зрелище не совсем обычное. Недавно львиное семейство пополнилось малышами — чикой и юкой. В киевском зоопарке цари зверей живут всю зиму под открытым небом и чувствуют себя, как видите, совсем неплохо. Главному режиссеру Большого театра Союза СССР народному артисту Советского Союза Борису Александровичу Покровскому исполнилось 60 лет. Он работает сейчас над новой постановкой оперы «Руслан и Людмила». Знаменательная дата в жизни большого художника была отмечена торжественным спектаклем оперы Евгения Онегин в постановке Покровского. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ С высокой наградой Орденом Трудового Красного Знамени юбиляра тепло поздравила министра культуры СССР Пурцева. Известного деятеля музыкальной режиссуры приветствовали народный артист СССР Михаил Царёк. Первый секретарь Союза композиторов СССР Тихон Хрельников. Собравшиеся пожелали Борису Александровичу Покровскому новых творческих успехов. Тысячи жителей североирландского города Лондон-Дерри выступили с требованием вывезти английские войска из Ольстера. Но мирный митинг не состоялся. Путь демонстрантам в этот воскресный день преградили полицейские и английские парашютисты. Оккупанты учинили кровавую расправу над патриотами, стыщимися за гражданские права. Тринадцать убитых, десятки раненых. Таков итог зверской бойни, устроенной английскими войсками в духе колониальных времен бывшей Британской империи. Траури города многострадального Ольстера. Двадцать пять тысяч демонстрантов в Дублине выразили свой гневный протест против империалистической политики правительства-консерваторов. В МЛЕ проходили переговоры между делегациями Коммунистической партии Советского Союза и Итальянской Коммунистической партии. Делегацию КПСС возглавлял генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Итальянскую генеральный секретарь партии Энрико Берлингуэр. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с международной обстановкой и задачами коммунистического и рабочего движения. В совместном каменнике подчеркнута решимость обеих партий действует на основе великих идей Маркса, Энгельса, Ленина в духе пролетарского интернационализма. Новобакинский нефтеперерабатывающий завод имени Ленина. Здесь вступила в действие новая установка для производства катализатора, необходимого при получении бензина. Ей управляет старший оператор Юльсар Гусейнова. Комплекс приборов и автоматики позволяет старшему оператору Ахмеду Джамиеву строго контролировать технологический процесс. В содружестве ученых и заводских специалистов проводится дальнейшая модернизация оборудования. У инженера-электрика Абдулова на счету уже более 70 рационализаторских предложений и изобретений. Усилия всего коллектива направлены на то, чтобы дать стране продукции больше, лучшего качества и с меньшими затратами. Март. Первый месяц весны. И хотя в северных районах нашей страны и в Сибири еще идет снегозадержание, в Ставропольском крае, в колхозе имени Ильина Придгорного района уже приступили к севу ранних колоссовых и кормовых культур. Вступив в социалистическое соревнование с хлеборомами Краснодарского края, ставропольцы обязались расширить клин зерновых на 130 тысяч гектаров и собрать с гектара по 21 центнеру хлеба. В Винницкой области Украины сельскохозяйственная техника уже выведена на линейку полной готовности к весне. Сотни машин для колхозов и собхозов отремонтированы Шаргородским заводом сельхозтехника. 18 тракторов вместо 12 плановых сходили каждую неделю с заводского конвейера в эти горячие дни. В Угунском районе Чемкенской области одним из первых вывел на поля свои пассивные агрегаты совхоз Буржарский. Работники сельского хозяйства Казахстана объявили третий решающий год пятилетки годом высокой культуры земледелия. На полтора миллиона гектаров увеличиваются площади подзерновыми в республике. В колонном зале Дома Союза состоялось торжественное собрание представителей трудящихся столицы, посвященное 25-летию со дня подписания Советско-Болгарского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В президиуме советские партийные и государственные деятели, в гости из братской страны, активисты общества советско-болгарской дружбы. Заместитель председателя Совета Министров СССР Лесечко в своем докладе охарактеризовал отношения между советским и болгарским народами как яркий пример социалистического интернационализма в действии. Посол Болгарии в СССР Димитр Жюлев отметил в своем выступлении, что успехи Народной Республики Болгарии в строительстве социализма тесно связаны традициями дружбы СССР и Болгарии. Посол пожелал советским людям новых достижений в осуществлении грандиозных планов пятилетки и притворения в жизнь великой программой мира. Заместитель председателя Совета Министров СССР Новиков принял находившегося в Москве министра финансов Соединенных Штатов Америки Шульца. В переговорах обсуждались возможности развития торгово-экономических отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки в соответствии с договоренностью, достигнутой во время встреч на высшем уровне в мае 1972 года в Москве. В Риге на Центральном рынке после реконструкции открылся рыбный магазин в самой крупной в стране. Площадь его торгового зала 2600 квадратных метров. На прилавках все лучшее из того, что могут предложить покупателям друженики моря и рыбоводческие хозяйства республики. Незабытые и спортсмены-любители. Новый магазин быстро приобрел популярность у жителей латвийской столицы. В зале имени Чайковского состоялся вечер, посвященный 60-летию Сергея Владимировича Михалкова. За выдающиеся заслуги в развитии советской литературы и плодотворную общественную деятельность Сергей Михалков удостоен звания героя социалистического труда. Деятели культуры и искусства, представители общественных организаций, читатели сердечно поздравили юбиляра с высокой наградой. В эти дни в Московском доме детской книги была открыта выставка, посвященная творчеству Сергея Михалкова, дяди Степы, как называют поэта по имени созданного им героя, советские ребята. Вся жизнь Сергея Михалкова связана с детской литературой. Его веселые, добрые, умные книги изданы на разных языках. На зимнем стадионе имени братьев Знаменских впервые проходил открытый чемпионат страны по легкой атлетике. В нем, кроме советских спортсменов, приняли участие легкоатлеты 11 стран. В тройном прыжке победил олимпийский чемпион Виктор Санеев. 16 метров 77 сантиметров. Лучший результат сезона для залов в Советском Союзе. Москвич Валентин Гаврилов берет высоту 2 метра 20 сантиметров и занимает первое место. Бег на 60 метров. Его успешно провела чемпионка страны Надежда Бесфамильная. Ее время 7,3 секунды. В соревновании мужчин на той же дистанции участвовали олимпийские чемпионы Валерий Борзов и Роберт Тейлор. Но королям спринта пришлось уступить первенство молодому москвичу Александру Корнелюку. 6,4 секунды. Высшее мировое достижение для залов. Выступает харьковчанин Евгений Таноника. 5 метров 20 сантиметров. Бег на 3000 метров. Острая борьба разгорелась на этой дистанции. Вначале лидировал спортсмен из Москвы Афонин. Незадолго до финиша его обходит рижский стайер Юрис Грустинч. Он первым со временем 8 минут 1,4 секунды закончил бег. Московский чемпионат показал большие возможности наших легкоатлетов. Через две недели они победили в матче сборных команд СССР и Соединенных Штатов Америки в Буфе. Будапешт столица Венгерской Народной Республики. Здесь проходила консультативная встреча представителей коммунистических и рабочих партий. На встрече был сделан решающий практический шаг к созыву Международного совещания коммунистических и рабочих партий, которое, по мнению участников встречи, станет важным этапом сплочения коммунистического движения всех сил социализма и демократии в борьбе против империализма. Болгарская земля. В этих местах 90 лет назад совместно сражались за освобождение Болгарии доблестные русские и болгарские солдаты. В Москве у памятника русским воинам, павшим при взятии крепости Плевны, состоялся митинг, посвященный 90-й годовщине освобождения Болгарии от атаманского ига. На митинге присутствовали члены партийно-правительственной делегации Народной Республики Болгарии, советские партийные и государственные деятели. Выступившие на митинге генерал армии Тюренев, первый секретарь Плевенского окружного комитета Болгарской коммунистической партии Герганов подчеркнули нерушимость братской дружбы советского и болгарского народов. На страже Родины так называется открытая в Москве всесоюзная художественная выставка, посвященная 50-летию советских вооруженных сил. В экспозиции выставки отражен полувековой путь нашей армии. Оборона Петрограда художник Дайнека Работы художника Грекова знаменосец и трубач Конармейская тачанка Картина Расторгуева Юность Километры войны Ареста Верейского Репетиция Картина Ломакина Ее тема первое исполнение седьмой симфонии Шостаковича в осажденном Ленинграде 800 художников приняли участие в юбилейной всесоюзной выставке Мы в 22-й школе города Макеевки Школьникам приехала участница Великой Отечественной войны Адель Николаевна Литвиненко Когда началась война ей было 14 лет После гибели родителей она стала воспитанницей полка Боевые подвиги юной разведчицы отмечены тремя орденами Красной Звезды В послевоенные годы к боевым наградам прибавились награды трудовые Литвиненко Литвиненко присвоено высокое звание героя социалистического труда На Макеевском металлургическом заводе работает ветеран войны Адель Николаевна Литвиненко одна из лучших машинистов-операторов прокатного стана Человек большой судьбы она щедро делится с молодежью своими знаниями трудовым опытом Носки, чулки, трикотаж все более богатым становится ассортимент этих товаров изготовляемых из различных видов синтетического волокна они пользуются большим спросом у населения Волжский завод синтетического волокна предприятие молодое здесь вырабатывают капроновое волокно для искусственного каракуля пряжу эластик недавно вступил в строй новый цех цех шелкового синтетического волокна продукция Волжского завода поступает на многие чулочно-трикотажные предприятия страны москвичка Лилия Стрюкова уже владеет двумя иностранными языками итальянскими и испанскими сейчас она совершенствуется в английском знание языков помогает Лилии в ее работе она бортпроводница на зарубежных линиях аэрофлота на конкурсе в Монреале в котором участвовали 15 крупнейших авиакомпаний мира Лилия Стрюкова была названа мисс стюардесса 67 Ксения Александровна Эрдели одна из выдающихся русских орфисток она закончила консерваторию в 1897 году и более 70 лет отдала концертной и педагогической деятельности и сегодня талантливая артистка продолжает работать воспитывая молодых музыкантов 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 Субтитры создавал DimaTorzok Народной артистке Советского Союза Ксении Александровне Эрдели исполнилось 90 лет. Спортивная зима. Для одних это время лыжных походов, для других пора катания на коньках. Но есть еще одно зимнее спортивное развлечение. Число его поклонников растет из года в год. Для так называемых моржей плавать в морозную погоду истинное удовольствие. Любители купания в ледяной ванне утверждают, что им неизвестны простудные заболевания. Да, есть чему позавидовать. Москва. Колонный зал Дома Союза. Здесь состоялось торжественное заседание Пленума Комитета Советских Женщин. В президиуме кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Пономарев, председатель Совета Национальности Верховного Совета СССР Насреддинова, другие государственные и общественные деятели. В своем выступлении товарищ Пономарев высоко оценил выдающуюся роль советских женщин в коммунистическом строительстве, в борьбе за мир и международную безопасность и сердечно поздравил с награждением Комитета Советских Женщин Орденом Дружбы Народов. Председатель Комитета Советских Женщин, герой Советского Союза Николаева Терешкова выразила горячую благодарность за высокую награду и заверила Центральный Комитет Партии, Советское Правительство, в том, что советские женщины и впредь будут на передовых рубежах в коммунистическом строительстве, в борьбе за мир и укрепление дружбы между народами. За первые три года пятилетки коллектив Люберецкого Коврового Комбината увеличил выпуск продукции почти на 40%. Многим изделиям присвоен государственный знак качества. Рекордной выработки 8 квадратных метров в час добилась Мария Живора, лучшая ткачиха комбината. Она завоевала первенство и во всесоюзном конкурсе ткачей-ковровщиков. Счет рабочего времени Мария Живора ведет на секунды. Общий же итог подведен в ее встречном плане. Завершить пятилетку за три с половиной года. Лучшая ткачиха помогает повышать мастерство и своим подругам. Восемь человек учатся у нее в школе передового опыта. В ответ на недавнее обращение ЦК КПСС к партии и к советскому народу, все женщины-труженицы активно включились в социалистическое соревнование за успешное выполнение заданий четвертого года пятилетки. В работе высших органов государственной власти принимают участие советские женщины, полноправные хозяева страны. Почти третья часть депутатов Верховного Совета СССР – женщины. Самоотверженным трудом снискали они высокое доверие избирателей. Валентина Григорьевна Вереникина, депутат Верховного Совета СССР, работает в совхозе «Богатырь» Велико-Новоселковского района Донецкой области. Она руководит лучшей в хозяйстве полеводческой бригадой. В третьем году пятилетки этот коллектив механизаторов добился выдающегося успеха, собрав более двух тысяч тонн зерна сверх задания. Бригадиру Вереникиной было присвоено звание Героя социалистического труда. Еще более высокие рубежи намечены полеводами на четвертый год пятилетки. Сейчас все подготовлено к весне, к началу работ. С чувством большой ответственности за оказанное ей доверие несет обязанности депутата Валентина Григорьевна Вереникина. В Марийской автономной республике, в совхозе Семеновский, построен новый животноводческий комплекс. Под одной крышей здесь содержится стадо в 600 голов. Все трудоемкие работы механизированы, и производительность труда доярок поднялась более чем вдвое. Лучших показателей из года в год добивается доярка Галина Цветкова. Ее передовой опыт перенимают и работницы Марийской государственной опытной сельскохозяйственной станции, с которыми соревнуется коллектив совхоза. Галина Цветкова награждена орденами Ленина и знак почета. Ежедневно из совхоза Семеновский жители Йошкар-Алы получают 30 тысяч пакетов молока. Лариса Владимировна Дубровицкая живет и работает в Ленинграде. Она одна из тех советских женщин, которые с оружием в руках сражались против фашистских захватчиков. В ее биографии немало ярких, волнующих страниц. Чемпионка Ленинграда по плаванию Лариса Дубровицкая в первые же дни войны вступила в ряды народного ополчения. В один из осенних блокадных дней она вызвалась восстановить связь с противоположным берегом Невы. Лариса Владимировна рассказывает. Нужно было наладить связь. Я знала, что могу только сделать это я, потому что я уже была чемпионкой Ленинградов. Для меня переплыть было легче и проще. Я с катушкой на плечах вошла в эту черную воду. Такое расстояние колоссальное. Катушка тяжелая, сапоги намокли. Надо доплыть, выполнить задание. Я благополучно направилась на тот берег, наладила связь. И не раз еще с честью выполняла она боевые задания. В Ленинградском артиллерийском музее есть стенд, возвещенный старшему лейтенанту Дубровицкой. Первой в нашей армии женщине командиру батареи гвардейских минометов «Катюш». А после войны она вновь посвятила свою жизнь спорту. Мастерству и мужеству, необходимому для достижения победы, учит юных пловцов Ленинграда Лариса Владимировна Дубровицкая. Советские люди гневно протестуют против кровавых злодеяний чирийской реакции. В Москве состоялся общегородской митинг, посвященный солидарности с борьбой трудящихся Чили против произвола военно-фашистской хунты. В президиуме член политбюро ЦК КПСС, председатель ВЦСПС Шелепин, представители партийных и общественных организаций, члены делегаций Единого профцентра трудящихся Чили. Все выступавшие потребовали немедленно прекратить преследование чирийских патриотов, освободить товарища Луиса Карвалана и всех политических заключенных. От имени трудящихся Москвы и их профсоюзных организаций, председатель МГСПС Петров вручил представителям чилийского профцентра красное знамя. Отлично выступили в этом сезоне хоккеисты столичной команды Крылья Советов. За несколько матчей до окончания чемпионата они обеспечили себе золотые медали. Последний свой матч новый чемпион играл с командой ЦСКА, экс-чемпионом и серебряным призером этого года. Хотя игра и не могла повлиять на положение команд в турнирной таблице, получилась она острой, боевой, интересной. Крылья Советов победили со счетом 6-3, подтвердив свое высокое мастерство и волевую закалку. Всего лишь 5 поражений потерпел в играх этого первенства новый чемпион страны, московская команда Крылья Советов. В Кремлевском дворце съездов славные дочери нашей страны, участницы торжественного собрания, посвященного Международному женскому дню. Нынешний день 8 марта исполнен особого значения. Решением Организации Объединенных Наций 1975 год объявлен Международным Годом Женщины. На торжественном собрании присутствовали руководители партии и правительства. Секретарь Московского горкома КПСС Дементьева предоставила слово кандидату в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарю ЦК КПСС Пономареву, который огласил приветствие Центрального комитета партии советским женщинам. Председатель комитета советских женщин, герой Советского Союза Николаева Терешкова, выразила сердечную признательность партии, советскому правительству, за большую заботу, которую они проявляют о благе народа, о женщинах. Со словами приветствия к собравшимся обратилась участница Великой Октябрьской революции Маргарита Васильевна Фофанова, член партии с 1917 года. Советские женщины, заявили ораторы, горячо поддерживают мудрую внутреннюю и внешнюю политику партии, ее Центрального комитета во главе с генеральным секретарем Леонидом Ильичом Брежневым и глубоко благодарны за то, что над нашей Родиной вот уже 30 лет мирное небо. Участников торжественного собрания тепло приветствовали юные пионеры. Как большой всенародный праздник отметили советские люди День единства и солидарности трудящихся женщин всей земли в борьбе за светлые идеалы мира, демократии и социального прогресса. Больших успехов добились в определяющем году пятилетки трудящиеся Бауманского района столицы. Член политбюро ЦК КПСС, первый секретарь московского горкома партии Гришин, сердечно поздравил Бауманцев с высокой наградой. За достижение наивысших результатов во всесоюзном социалистическом соревновании досрочное выполнение народно-хозяйственного плана 1974 года Бауманскому району присуждено переходящее красное знамя ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК Комсомола. На предприятиях московского объединения «Стройпластмасс» освоено производство новых синтетических материалов для внутренней отделки зданий. Здесь выпускаются декоративные полимерные пленки, моющиеся обои, линолеум. Уже более десяти лет Матищинский комбинат носит звание «Предприятие коммунистического труда». Только со знаком качества дает продукцию молодежная бригада, возглавляемая Анатолием Долгополовым. Передевики социалистического соревнования комсомольцы бригады Сергея Ирхина систематически перевыполняют сменные задания. Коллективы объединения «Стройпластмасс», одного из ведущих химических предприятий страны, взяли высокие социалистические обязательства. Пятилетку по объему производства выполнить к 15 декабря. Комсомольцы – передовой отряд молодых производственников Москвы. За три года выполнила свою пятилетку швея фабрики «Москвичка» депутат Моссовета Татьяна Абрамова. Звание ударников коммунистического труда присвоено слесарю-сборщику завода «Пищемаш» Александру Гуляеву, работнице московского почтамта Нине Орьянкиной. Лучшие производственники столицы получили почетное право первыми получить новые комсомольские билеты. В присутствии первого секретаря ЦК ВЛКСМ Тяжельникова 19 юношам и девушкам были вручены новые билеты с изображением Владимира Ильича Ленина. На Дядьковском хрустальном заводе бережно хранят память о работниках предприятия, воинах Советской Армии, партизанах брянских лесов. Многие из них отдали свою жизнь за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. В память о погибших Дядьковцах, героях Советского Союза Владимира Рябок и Алексея Шумовцова, на трудовую вахту встали лучшие молодые мастера орденоносного предприятия. К празднованию 30-летия победы в Великой Отечественной войне Дядьковский завод выпустит большую коллекцию сувениров и подарочных изделий из хрусталя. Эти кинокадры сняты в урочище Бештекне на Крымском полуострове. Здесь, на высоте тысячи метров над уровнем моря, находится метеопункт комплексной геологической экспедиции. На протяжении вот уже четырех лет метеоролог Тамара Алексеевна Антонова вместе с сыном Алексеем регулярно ведет наблюдение за погодой. Своей любимой профессией Тамара Алексеевна посвятила всю жизнь. Она зимовала на Камчатке, передавала сводки с ледокола Красин, работала на метеостанциях Сибири. Но кроме метеорологии, есть у Тамары Алексеевны еще одно увлечение – резьба по дереву. Созданные ею скульптуры – это подлинно художественное произведение. В Кремлевском дворце съездов праздничный концерт. Выступает детский ансамбль имени Локтева. На сцене сводный хор участников праздничного концерта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это только модель будущей гидроэлектростанции на реке Камер. Сегодня модель испытывают в научно-исследовательском институте гидротехники. Посмотрим, как будет проходить лед через плотину. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не слишком ли велика скорость воды? Выдержит ли сооружение? А вот и вся модель. 21 мая на московском центральном аэродроме Субтитры создавал DimaTorzok На нем после блестящего арктического перелета Возвратился герой Советского Союза Михаил Васильевич Водохьянов Крымский мост через Москва-реку мило удовлетворяет столицу. Под ним могут проходить только небольшие суда. Вместо него будет выстроен новый большой мост. Пока на время стройки старый мост передвигается на 50 метров. Субтитры создавал DimaTorzok Вот перешел на новое место. В 1937 году в Москве откроется грандиозная всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Строительство выставки в разгаре. Насаждается колхозный фруктовый сад. Строятся павильоны животноводства. По выходным дням жены ленинградских командиров отправляются за город. Сегодня прогулка в детское село. В искусстве верховой езды Жены не отстают от своих мужей. В Абхазии открылся курортный сезон. К солнцу, к морю, на юг едут тысячи трудящих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приезжайте, товарищи. Пора на отдых. 14 мая в Кремле в Свердловском зале представители общественности Москвы собрались на торжественный акт вручения международной сталинской премии за укрепление мира между народами французскому общественному деятелю Алену Лелиапу. Председатель комитета по международным сталинским премиям Академик Скобельцин поздравил Алена Лелиапа с наградой и вручил ему диплом и золотую медаль лауреата. Поблагодарив комитет по международным сталинским премиям, Ален Лелиап сказал, что когда весть о присуждении ему премии стала известна во Франции, он получил много писем и во всех них правильно отмечалось, что в его лице оказывается честь всему французскому рабочему классу. И во всех этих письмах трудящиеся Франции выражали свою волю еще больше усилить борьбу за мир. В нашей стране трудно найти предприятие, где бы не было машин, созданных на Уралмашзаводе. В этих цехах изготавляются прокатные станы, экскаваторы, прессы. Мастера индустриального Урала, работая творчески, изыдя в день повышают производительность труда. По два задания в смену выполняет фрезеровщик Михаил Нахрин. Зуборезщик Петр Яковлев сократил время обработки колеса в два раза. А здесь идет сборка уникальных редукторов. Некоторые агрегаты настолько велики, что для их сборки приходится строить леса. Эта машина будет сматывать в рулоны листовое железо. Уралмашзавод занимает почетное место в оснащении многих отраслей народного хозяйства страны высокопроизводительными машинами. Совхоз-сад-гигант имени Максима Горького занимает 2200 гектаров. Этот крупнейший на Кубани фруктовый сад был заложен 25 лет назад на месте плавней отвоеванных у реки. За это время здесь еще никогда не было такого пышного цветения. На одной из золей мы встретили Николая Петровича Пшеничного, который сажал эти первые яблони. Садовый мастер Мелания Полевая хорошо помнит то время, когда посаженные ею деревья дали первые плоды. Цветет сад-гигант. Даже трудолюбивым пчелам не собрать всего нектара со всех его цветов. Скоро здесь будет много душистого меда яблоневый цвет, а осенью в саду изобилие яблок. Исполнилось 150 лет со дня смерти великого немецкого поэта Фридриха Шиллера. Этой знаменательной дате был посвящен торжественный вечер в колонном зале Дома Союзов. В зале собрались московские литераторы, деятели искусства и науки, представители предприятий столицы. Среди гостей члены делегации деятелей культуры Западной Германии и Германской Демократической Республики. Вечер открыл поэт Николай Тихонов. На вечере выступили литературовед Николай Фильмант и поэт Павел Антокольский. Советский народ, все прогрессивное человечество глубоко чтут память Фридриха Шиллера. Куда же после длительного перерыва намерен отправиться наш кинокорреспондент? Что это за город? Разве вы не узнаете? Это же Таштент. Да, город стал неузнаваем за последние годы. Здесь появились новые улицы. А какие красивые здания! И как много строек! Погодите так восхищаться! Ведь и на солнце есть пятна. О каких пятнах вы говорите? Да хотя бы вот о таких. Известно ли вам, что за этим забором вот уже целые пять лет строится газетно-журнальный комбинат? А вот еще новостройка. Этот дом никак не могут достроить. Что же мешает? Здание Таштентской киностудии. Оно подлежит сносу. Но ведь для студии строятся новые здания. Вот полюбуйтесь на строительство студии. Оно продолжается почти два года. Разве здесь нет машин? Есть. Вот экскаватор. А вот машинист. Но, пожалуйста, не думайте, что он бездельник. На стройке мало самосвалов, и экскаватор часто простаивает. Не пора ли строительным организациям Ташкента начать работать по-новому? 15 мая на стадионе «Динамо» встретились лидеры первенства страны по футболу, московские команды «Динамо» и Центрального дома Советской Армии. Первая половина игры прошла в острых, обоюдных атаках, но окончилась без результата. Во второй половине матча «Динамовцы» первыми забивают гол. Счет открыт. Армейские футболисты все более усиливают темп игры. Все чаще создают опасные положения у ворот противника. Одну из атак они завершают ответным голом. Интересная встреча закончилась в ничью за счетом 1-1. Столица Франции – Париж. В отеле «Рояль-Мансо» представители передовой французской общественности и международных демократических организаций собрались на торжественный акт вручения международной сталинской премии мира видному французскому общественному и политическому деятелю Керу Котту. Среди присутствующих временные поверенные в делах СССР во Франции Керафеев руководители французской коммунистической партии во главе Жаком Дюкло. Советский писатель Илья Эрнбург поздравил Кера Кота от имени Советского комитета защиты мира и вручил ему диплом и золотую деталь лауреата международной сталинской премии за укрепление мира между народами. В ответном слове Еркотт поблагодарил сооказанную ему высокую честь и выразил уверенность, что несмотря на все препятствия дело мира победит. На реке Каме продолжается строительство крупной гидроэлектростанции. Плотина уже преградила путь водам реки. Скоро мощный поток заставит вращаться турбины гидрогенераторов. А по другую сторону плотины разлилось новое Камское море. Еще недавно эти вышки полазненских нефтяных промыслов стояли на суше. Через новый судоходный шлюз пошли первые тысячи губометров уральского леса. В степях Алтая в нынешнем году появилось много новых полевых станов. За два года здесь освоят около двух с половиной миллионов гектаров целинных и зарежных земель. Из разных концов страны на Алтай прибыли тысячи молодых механизаторов. Комсомолец Анатолий Котов приехал сюда из Псковской области. Он держит первенство в молодежной трассерной бригаде. Успешно провели весенние полевые работы механизаторы Локтевский МТС. Алтайская земля засевается чистосортными отборными семенами. Весной этого года на Алтае вспахано и засеяно 650 тысяч гектаров новых земель. Черное море. После долгого плавания к родным берегам возвращается китобойная флотилия Слава. Это был восьмой рейс флотилии в Антарктику, во время которого добыты свыше трех тысяч китов. Слава входит в Бадерский порт. Слава входит в Бадерский порт. Позади семь месяцев разлуки мы летим вновь со своими родными, друзьями. В город-курорт Сочи каждый год приезжают провести свой отпуск сотни тысяч трудящихся. В Сочи более 50 здравниц. Недавно здесь открылся новый санаторий имени Дзержинского. Здесь предусмотрено все для хорошего отдыха. Для спуска отдыхающих к морю и подъема к санаторию построен лифт. во всесоюзной здравнице начался новый летний сезон. КОНЕЦ 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 В 1927 году началось строительство Туркестана Сибирской железнодорожной магистрали. Уже в 1930 году было установлено регулярное движение поездов. КОНЕЦ 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 Пять лет изменили облик гиганта первой пятилетки. Сегодня Турксиб — это не дорога в пустыне. Сегодня Турксиб — это новая жизнь некогда отсталых национальных районов. Лучший египетский хлопок дает стране хорезмский ораль. Река Аму-Дарья — основной путь, связывающий хорезм с железной дорогой. Четыреста пятьдесят километров, доча, Шуя плывет хлопок на каюках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тысячи тонн угля в сутки грузит на советские и иностранные суда механизированная угольная гавань Майупольского порта. КОНЕЦ Полужёсткий дирижабль В-6 — самый крупный воздушный корабль в СССР. Его длина — 105 метров. Беспосадочный перелёт Москва-Архангельск-Москва успешно завершён. КОНЕЦ КОНЕЦ Командир дирижабля — Паньков. В перелёте участвовали товарищ Бирнбаум и конструктор Нобиле. КОНЕЦ Десятки тысяч жителей города-героя Волгограда восторженно встретили находящегося в СССР по приглашению советского правительства вождя кубинской социалистической революции Фиделя Кастро. КОНЕЦ Выступая на митинге, дорогой гость говорил о крепнущей братской дружбе советского и кубинского народов. КОНЕЦ Сердечно приветствовали Фиделя Кастро и сопровождающих его лиц Волгоградские тракторостроители. КОНЕЦ Продукцию этого завода знают и на Кубе. Фидель Кастро с особой заинтересованностью знакомился с тракторами новейших марок на память о встрече. Трактор ведёт Фидель Кастро. Пребывание в Волгограде кубинских гостей стало радостным праздником трудящихся города-героя. В колхозе имени 22-го съезда КПСС Винницкой области Сев в разгаре. Дела идут хорошо. Председателя колхоза, героя социалистического труда Василия Михайловича Ковуна, беспокоит сейчас вопрос о том, как работают соседи в артели коммунар. В прошлом они отставали. Этой весной колхоз помог коммунаровцам техникой, а Василий Михайлович приехал сюда, чтобы помочь советам. Он встретился со здешним председателем колхоза Григорием Петровичем Ивашкевичем. А это поля колхоза Искра Черкасской области. Здесь хлеборобы выступили инициаторами майской трудовой вахты. За три праздничных дня они завершили сев большинства культур. Патриотический почин хлеборобов был дружно поддержан всюду, где идет весенняя страда. В Дубне, в Объединенном Институте Ядерных Исследований, работает известный советский ученый, член-корреспондент Академии Наук СССР Бруно Максимович Пантекорло. Ему присуждена Ленинская премия за экспериментальные теорические исследования физики нейтрино и слабых взаимодействий. За выведение и широкое внедрение в сельскохозяйственное производство новых сортов ячменя, селекционер Прокофьев Амич Горкавый удостоен Ленинской премии. Ячмени Горкавого зимостойкие, не боятся засухи и дают высокой урожай. Поэт Самуил Яковлевич Маршак, в дни, когда ему была присуждена Ленинская премия, получил сотни приветственных телеграмм и писем. Предоставляем слово поэту. Я хотел бы воспользоваться этой съемкой, чтобы сердечно поблагодарить моих читателей, маленьких и больших, за их теплые приветы, за поздравления с полученной мной премией. Ханой Под таким названием сошел со стапелей Адмиралтийского завода в Ленинграде новый танкер. Это еще один гигант советского судостроения. Водоизмещение танкера 62 тысячи тонн, длина корабля 230 метров. На Каспии весенняя Путина. Рыболовецкие бригады ежедневно берут большие уловы рыбы. Тысячи центнеров свежей рыбы поступают в цехи Гурьевского рыбокомбината. На берега Искусственного Иркутского моря пришла весна. А вместе с нею и новоселы. В этих живописных местах создается охотничье хозяйство. Скоро сюда, кроме косуль и зайцев, доставят кабанов и соболей. Наш кинооператор побывал в детских яслях номер 66 города Куйбышева. Здесь понимают воспитательное значение игр в жизни ребенка. КОНЕЦ На празднование 50-летия Армянской ССР и Компартии Республики прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. В аэропорту товарища Брежнева встречали и руководители Армянской ССР, делегации братских республик. КОНЕЦ Торжественное заседание ЦК Компартии Армении и Верховного Совета Армянской ССР. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Армении товарищ Качинянг приветствовал прибывших на празднование гостей, подвел итоги полувекового пути, пройденного республикой. КОНЕЦ Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев дал высокую оценку созидательной деятельности всего армянского народа, претворяющего в жизнь Ленинские заветы. В выступлении товарища Брежнева была подробно изложена ясная и последовательная позиция СССР по ключевым проблемам современности. Товарищ Брежнев прогласил указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Армении орденом Октябрьской революции. По случаю полувекового юбилея Советской Армении в столице республики Ереване состоялась демонстрация. Торжественно и радостно прошло празднование 50-летия Армянской ССР и создание Коммунистической партии республики. Старица Венгерской народной республики Будапешт. Во дворце культуры строителей проходил 10-й съезд Венгерской социалистической рабочей партии. На съезде присутствовали делегации 32 братских коммунистических и рабочих партий. Выступая с докладом, первый секретарь ЦК Венгерской социалистической рабочей партии Яна Шкадр отметил, что благодаря самоотверженному добросовестному труду народа, выполнив решение 9-го съезда партии, Венгрия сделала новый шаг вперед по пути построения социалистического общества. Товарищ Кадр подчеркнул, что Советский Союз верный друг и лучшая опора венгерского народа во всех областях жизни. Большой интерес вызвала речь главы делегации Коммунистической партии Советского Союза Леонида Ильича Брежнева. В своей речи товарищ Брежнев подчеркнул, что КПСС очень высоко ценит активную внешнюю политику Венгерской народной республики и подлинно интернационалистскую деятельность Венгерской социалистической рабочей партии. Десятый съезд венгерских коммунистов новая убедительная демонстрация единства и сплотенности лагеря социализма Международного коммунистического движения под знаменем марксизма-ленинизма. Фридрих Энгельс Один из основоположников научного коммунизма, учитель и вождь международного пролетариата, ближайший друг и соратник Карла Маркса. В своих трудах выдающийся ученый и революционер обобщил все лучшие достижения человеческой мысли. Большая дружба связывала Энгельса с Марксом. В полном идейном единстве они разрабатывали революционную теорию, боролись за сплочение пролетариата. Созданный ими первый программный документ научного коммунизма, манифест коммунистической партии, доканчивается пламенным призывом «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» 150-летию со дня рождения Фридриха Энгельса было посвящено торжественное собрание в колонном зале Дома Союзов. В президиуме члены Политбюро, секретари ЦК КПСС, партийные и государственные деятели. С докладом Фридрих Энгельс, великий пролетарский мыслитель и революционер, выступил член ЦК КПСС, директор института марксизма-линизма при ЦК КПСС, академик Федосеев. Маркс и Энгельс явились творцами самой передовой коммунистической идеологии. Академик Федосеев отметил, что гениальным продолжателем дела Маркса Энгельса в новых исторических условиях явился Владимир Ильич Ленин. Триумфальное шествие по земному шару идей марксизма-линизма — лучшее свидетельство бессмертия этого дела, которому отдал свою жизнь и свой могучий талант Фридрих Энгельс. Это уникальный агрегат. Его вращающиеся диски способны разрушать на своем пути твердую породу, прокладывая глубоко в землю вертикальные туннели диаметром до 7 метров. Авторы машины — группа московских инженеров и конструкторов во главе с Аркадием Сауловичем Банком. Этим сложным механизмом, который намного облегчает труд проходчиков, управляет всего три человека. Машина может разрабатывать вертикальные стволы шахт глубиной до одного километра. Новый комбайн, сконструированный в Центральном научно-исследовательском институте подземмаш, позволит горнякам быстрее осваивать богатство земных недр. В третий раз сильнейшие гимнастки социалистических стран оспаривают этот почетный приз. Основная борьба за победу развернулась между гимнастками Болгарии, Венгрии и Советского Союза. Выступает пятикратная чемпионка страны, аспирантка Киевского университета Любовь Середа. Набрав в многоборье лучшую сумму баллов, Любовь Середа впервые стала обладательницей Кубка Интервизии. Второе место заняла болгарская гимнастка Краси Мира Филиппова. Чемпионка Венгрии Мария Паточка награждена бронзовой медалью. В Свердловском зале Кремля академик Скобельцин вручил известному французскому парикатуристу Жанну Эфелю диплом лауреата Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами и золотую медаль с рельефом Владимира Ильича Ленина. Общественная столица приветствовала художника, который своим веселым творчеством всю жизнь борется за мир. В Центральном статистическом управлении при Совете Министров СССР идет подготовка всесоюзной переписи населения. Суда на инструктаж прибывают представители всех союзных республик. Перепись будет проводиться с 15 по 22 января 1970 года. В эти дни на участки выйдут 550 тысяч счетчиков и около 100 тысяч инструкторов-контролеров. В помощь Агит-коллективам выпускаются плакаты, печатаются брошюры. Обработка полученных материалов впервые будет производиться в вычислительном центре при Центральном статистическом управлении на специальных электронно-вычислительных машинах Минск-32. Считывающие устройства позволят в короткое время с большой точностью обработать всю собранную информацию. Материалы предстоящей переписи населения будут использованы при составлении нового пятилетнего плана. Чистота — залог здоровья. Эту истину хорошо усвоили все питомцы племзавода колхоза «Кавказ» Курганинского района Краснодарского края. Это первое в Российской Федерации колхозное предприятие, которое специализируется на выращивании особо продуктивной крупной белой породы свиньи. За восемь месяцев текущего года было продано в колхозы и совхозы республики почти полторы тысячи голов молодняка. На протяжении ряда лет колхозный племзавод имеет отличные показатели продуктивности и является высокорентабельным предприятием. В Тульской области близ города Плавска состоялись третье всесоюзное соревнование механизаторов пахарей представителей 15 республик страны. Старт дан. По условиям соревнования каждый из механизаторов должен вспыхать 40 соток за 100 минут. Строгие судьи учтут глубину вспашки, ширину захвата плуга, форму гребня, все, что определяет качество пахоты. Евгений Низовских из колхоза имени Гурьева Калининградской области стал абсолютным чемпионом страны. Первая среди женщин представительница Литвы Мацкави Чуте. Лучший среди молодых Миша Лукин, пахарь из Красноярского края. В Кремлевском дворце съездов мастерами искусств страны был дан большой концерт для делегатов Третьего всесоюзного съезда колхозников. Музыка. 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 Во время пребывания в Турции с официальным визитом советской правительственной делегации во главе с председателем Совета Министров СССР Алексеем Николаевичем Косыгиным состоялась церемония открытия из Кендерунского металлургического завода. На торжество по случаю пуска предприятия прибыли премьер-министр Турецкой Республики Демирель государственные деятели обеих стран. Это предприятие сооружено в рамках советско-турецких соглашений об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве. Музыка. 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 возрастет до 4 миллионов тонн стали. Западный участок Байкало-Амурской магистрали. 64 километра по тайге и болотам от Усть-Кута до поселка Звездного прошел путь и укладчик. Последние звенья пути в Звездном уложили бригада героя социалистического труда Лакомова и бригада Тищенко. И вот он, долгожданный день. По линии прошел первый пассажирский поезд с героями народной стройки. Его встречали все жители Звездного. Это событие вылилось в настоящий праздник строителей и монтажников. БАМовцев приветствовал их гость, летчик-космонавт СССР Алексей Леонов. За срочным выполнением плана работ строители БАМа ускоряют освоение природных богатств Сибири и Дальнего Востока, предусмотренное проектом ЦК КПСС к 25-му съезду партии. В Москве в Большом театре состоялось торжественное заседание, посвященное вручению Академии художеств СССР Ордена Ленина. В президиуме партийные и государственные деятели, известные художники, представители общественности. Встречей перед собравшимися выступил член политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК партии, товарищ Суслов. Ленинская партия, сказал он, высоко ценит труд художника, рассматривает его как важный вклад в великое дело всего советского народа в строительство коммунистического общества. Михаил Андреевич Суслов прикрепил к знамени Академии Орден Ленина. Сердечно поздравил членов Академии художеств, ее сотрудников, всех мастеров советского изобразительного искусства с высокой наградой. С начала нынешнего года началась выдача паспортов нового образца. Одними из первых в Москве их получали в торжественной обстановке работники завода имени Владимира Ильича. Для кадровых рабочих это замена старых документов на новые. А учащийся производственно-технического училища комсомолец Борис Серов впервые получил паспорт гражданина СССР. 45 лет существует в Гальском районе Абхазии совхоз Кахора. Здесь на осушенных землях мастера-цитрусоводы собирают богатые урожаи мандаринов, апельсинов и лимонов. Около 4000 тонн цитрусовых, в полтора раза больше плана, собрали и отправили в разные пункты страны труженики совхоза в минувшем году. Для защиты от заморозков и холодных ветров деревья укрывают специальной тканью. В небольшом северном поселке Кондинском живет и работает Маина Тимофеевна Киселева. Дочь народа Манси, она после окончания Омского медицинского института стала врачом-окулистом районной больницы. Маина Тимофеевна не только умелый специалист, но и активная общественница, человек широкого кругозора. За эти качества земляки избрали ее депутатом Верховного Совета СССР. Ныне весь огромный ханты-мансийский национальный округ охвачен большими переменами. Неотложные дела призывают врача-депутата в разные концы Таежного края. К совхозным животноводам, на звероводческие фермы, нефтяникам Шаима. Надо побеседовать с людьми об их заботах и нуждах, отчитаться перед избирателями, рассказать им о многом и важном, чем живет сейчас вся страна. Перед вами картины. Но сделаны они не рукой живописца. Акварельные и масляные краски заменил необычный материал во скутки разноцветной материи. Создает эти картины 80-летняя горьковчанка, бывшая учительница Вера Сергеевна Чижова. Почти 20 лет Вера Сергеевна находится на заслуженном отдыхе. И все эти годы она занимается любимым занятием, истоки которого в русском народном творчестве. Суздаль. Здесь, на этой древней земле, издавна отмечают праздник русской зимы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Выступает Владимирский танцевальный ансамбль «Русь». И какой же праздник без веселой шутки, искрометной пляски, катания на русских тройках? В Кремле председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный принял министр иностранных дел Народной Республики Болгарии Петра Младенова. На приеме присутствовал министр иностранных дел СССР Громыко. Состоялась беседа, в ходе которой были обсуждены вопросы политических, экономических и культурных взаимоотношений между двумя странами. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный принял в Кремле Кэнзо Коне, председателя Палаты Советников Парламента Японии, находившегося в Советском Союзе по приглашению председателей Палат Верховного Совета СССР. В беседе, которая прошла в дружественной обстановке, приняли участие председатель Совета Союза Шитиков и председатель Совета Национальностей Насреддзиново. Состоялся обмен мнениями по некоторым ключевым международным проблемам, представляющим взаимный интерес. Рудник Малибден в Кабардино-Балкарии. Герой социалистического труда Шарафуддин Мулаев выступил инициатором соревнования за выполнение девятой пятилетки в четыре года. Бригада Мулаева рекордсмен. За 31 день она прошла 706 метров выработки. У корняков нелегкие условия. Они работают на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Инициаторы соревнования уже добыли десятки тысяч тонн Малибденовой руды сверх плана. Выполняя решение 24-го съезда КПСС, коллектив Гусевского хрустального завода Владимирской области увеличит в этом году выпуск сортовой посуды до 11 миллионов изделий. На заводе внедрен непрерывный способ варки стекла, установлены полуавтоматы. Среди авторов нового способа главный конструктор Владимир Александрович Зубанов и главный инженер Иринарх Алексеевич Фигуровский. Они удостоены государственной премии СССР. Теперь весь цикл изготовления посуды занимает всего два с половиной часа вместо 24 часов по старой технологии. Глеб Максим Ильянович Кржижановский. Соратник Ленина, революционер, ученый, герой социалистического труда, видный советский энергетик. В этом кабинете он работал. Здесь собиралась комиссия Гойл-Ро, которую возглавлял Глеб Максим Ильянович. Нередко тут бывал Владимир Ильич. Первый председатель Госплана, вице-президент Академии наук, Кржижановский был автором многочисленных научных трудов по энергетике и планированию. Столетие со дня рождения Кржижановского было посвящено торжественное заседание, которое открыл заместитель председателя Совета Министров СССР Байбаков. С докладом о жизни и деятельности Кржижановского выступил заместитель председателя Совета Министров СССР, председатель Государственного комитета по науке и технике Академик Кирилл. В Кремле председатель комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в области литературы, искусства и архитектуры Николай Семенович Тихонов вручил награды большой группе деятелей советской культуры, лауреатам 1971 года. В числе удостоенных премии писатель Вадим Кожевников. Архитектор Владимир Ким, один из авторов дворца имени Ленина в Алма-Ате. Актриса Елена Козелькова. За участие в фильме обвиняются в убийстве. Скульптор Ираклий О'Чаури, автор чеканных пластин и панно. Наталья Белохвостикова, исполнительница роли Лены Барминой в фильме «У озера». Сергей Герасимов, автор сценария и режиссер этого фильма, от имени лауреатов поблагодарил партию и правительство за высокую оценку их труда. Эти кинокадры были сняты в Институте физики высоких энергий под Серпуховым перед пуском новой установки, жидководородной пузырьковой камеры Людмила. В создании установки принимали участие ученые стран социалистического содружества, работающие в Объединенном институте ядерных исследований. Широкие возможности фотографирования следов взаимодействия частиц дает оптическая система. Честь открыть установку Людмила была предоставлена болгарскому ученому, академику Георгию Наджакову. Ульяновскому автомобильному заводу имени Ленина 30 лет. Вездеходы, сходящие с его конвейера, завоевали мировое признание. Надежность, долговечность, маневренность машин проверяется на испытаниях. Вот и сейчас проходит полуторачасовая гонка по пересеченной местности. Нелегко выдержать такую нагрузку и водителям, спортсменам, и автомобилям. Соревнования еще раз доказали высокие качества ульяновских вездеходов. На машине с номером 6 победил инженер-испытатель Гариф Халитов. В Москве, в колонном зале Дома Союзов, состоялось собрание представителей коллективов предприятий и организаций Москвы, выступивших с инициативой провести 25 трудовых недель в честь 25-летия движения ударников и коллективов коммунистического труда. О том, как сделать ударными каждую трудовую неделю, каждый рабочий день, оставшийся до памятной даты, говорили на собрании представители коллективов, инициаторов социалистического соревнования на встречу славному юбилею. Выступивший на собрании член политбюро ЦК КПСС первый секретарь МГК КПСС Виктор Васильевич Гришин сказал, «Марксизм и ленинизм учат, что производительный труд является основой развития общества. Трудом рабочих, крестьян и интеллиенции создаются все материальные и культурные богатства. В нашей стране труд является делом чести и доблести, делом служения общему благу. Он все более превращается из простого средства существования в первейшую потребность человека. Именно поэтому постоянно растет трудовой героизм трудящихся, сознательная инициатива масс, направленная на интенсификацию производства, повышение производительности труда, экономический и социальный прогресс советского общества». Участники собрания приняли обращение к трудящим со страны, в котором призвали их широко развернуть соревнования за достойную встречу памятной даты, всемерно укреплять дисциплину и порядок на производстве, способствовать успешному выполнению социально-экономической программы партии. Бригада Гоголешвили. Чаеводы и совхозы Мзиури в Абхазии. Вот уже второй год они работают по методу коллективного подряда. Подписано новое взаимовыгодное трудовое соглашение с администрацией совхоза. Бригада обязуется сдать 110 тонн сортового чайного листа. Это напряженные обязательства. Мало кто, кроме чаеводов, знает, какая это капризная и трудоемкая культура. В течение всего года чайные кусты требуют непрерывного ухода. С мая до глубокой осени, под жарким солнцем и прорывным дождем, в любую погоду идет сбор чайного листа. Малейшая задержка и сортность чая резко падает. И когда мы с удовольствием пьем крепкий, вкусный чай, вспомним с благодарностью и уважением чаеводов Абхазии. Московский завод «Микромашина» — современное высокомеханизированное предприятие. При самой низкой в отрасли себестоимости продукции здесь и самая высокая производительность труда. Это позволяет постоянно увеличивать выпуск товаров, пользующихся широким спросом у населения. Приятно, когда в наш быт входят нужные и красивые вещи. Вся продукция с маркой «Микма» имеет государственный знак качества. Какой бы интересной ни была работа, каждый человек радуется, когда наступает пора отпуска. Все больше здравниц открывается на живописных берегах Черного моря. Одна из них — туристский комплекс «Догомыс», построенный советскими и югославскими специалистами. Комфорт и удобство. Отличное обслуживание. Все это делается для того, чтобы отдых советских людей был полноценным и радостным. В Кремлевском дворце съездов прозвучали заключительные аккорды Всесоюзного фестиваля искусств «Московские звезды». Традиционный 19-й по счету весенний праздник искусств на этот раз был особенно красочным и представительным. Поклонникам искусства, москвичам и гостям столицы истинное наслаждение доставили выступления мастеров советской сцены. Грам-фа из балета Минкуса «Дон Кихот» исполнили артисты Большого театра Союза СССР Семизорова и Анисимов. Среди звезд первой величины и государственный красноярский ансамбль танца «Сибири». Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1940 года начала свою работу. На торжественное открытие собрались более 50 тысяч человек. Открывая митинг, директор выставки Академик Цицын предоставил слово народному комиссару земледелия СССР председателю главного выставочного комитета товарищу Бенедиктову. Выставка 1940 года, сказал в своей речи товарищ Бенедиктов, зовет к дальнейшему развертыванию соцсоревнования за новые победы, за дальнейший подъем социалистического сельского хозяйства, за расцвет животноводство. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка открыта. «Добро пожаловать, дорогие гости!» В Выборге торжественный день. Батальоны героической 123-й дивизии, первой прорвавшей линию Маннергейма, части доблестных 70-й и 43-й стрелковых дивизий, сегодня получат высокую награду из рук председателя Президиума Верховного Совета Союза СССР Михаила Ивановича Калинина. Михаил Иванович вручает ордена делегациям дивизий, награжденных за храбрость, мужество и геройство, проявленные в боях с финской белогвардейщиной. С честью понесут ордена на своих знаменах награжденной дивизии. Они понесут свои знамены впредь так же поведоносно, как несли их под снегом и лесам Карельского перешейка через железобетонные укрепления линии Маннергейма. На почетную трибуну один за другим поднимаются награжденные бойцы, командиры, политработники, врачи и медицинские сетки. В этой сводной колонне шестьсот героев орденоносцев. Неувидаемой славой покрыли тебя в боях за Родину доблестные воины, обеспечившие безопасность города Ленина. Активисты МОПР собрались на встречу с мужественными революционерами, народным героем Тойво Антикайненом и товарищем Тайми. Товарищи Антикайнены Тайми долгие годы томились в белопинских застенках. Горячий привет Тойво Антикайнену от всех трудящихся Советского Союза. В мире миллионы борцов за коммунизм, сказал товарищ Антикайнен. Великое дело коммунизма победит. Лебедки давно уже пришли на помощь рыбаку в любом ловецком колхозе. Особенно успешно идет лов на лучшем колхозном промысле Волга-Каспия в Первомайском. Впервые для выгрузки рыбы применен новый механизм. Он называется рыбосос. За два месяца весенней путины колхозники первомайского промысла выловили 39 тысяч центнеров рыбы. Конеферма колхоза 12 лет РКК славится своими замечательными конями ахалтикинской породы. Для Красной Армии выращивают колхозники своих питомцев. Гордость конефермы май, чистокровный ахалтикинец. Этого коня красавца колхозники решили преподнести в подарок Клименту и Прямычу Ворошилову.